МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в нашем выпуске мы расскажем. В бюджет Ненецкого округа на 2019 год внесены изменения. Поправки утверждены депутатами в ходе внеочередной сессии регионального парламента. Ростелеком завершил работы по организации резервирования сети, передачи данных в Ненецком округе. Проект был разработан и выполнен оператором связи совместно с администрацией региона. И сегодня во всем мире принимают поздравления работники телевидения. Профессиональный праздник расскажем о тех, кто ежедневно готовит для выпуска в эфир новостные и развлекательные программы на нашем телеканале. Об этом и не только в ближайшие 20 минут. Депутаты окружного собрания провели 19-ю внеочередную сессию, созыв которой обусловлен необходимостью внесения изменений статью расходов окружного бюджета и исполнения норм законодательства о налогах и сборах в 2020 году. Подробности у Ирины Никешиной. Общий объем доходов окружного бюджета на 2019 год не изменился и составил чуть более 21 миллиарда рублей. Расходы сократились до 24,3 миллиарда. Также произошло распределение средств по главным распорядителям бюджетных средств. Дополнительно выдано 200 миллионов рублей на выкуп ветхого и аварийного жилья. Это все делается для жителей Нейско-автонного округа. Я считаю, что эта мера очень востребована. Ее необходимо было зафиксировать. Более 58 миллионов рублей будут направлены дополнительно на компенсационную вывлату многодетным семьям взамен земельного участка. Эта норма коснется порядка 60 семей. По словам спикера окружного собрания депутатов, в законе учтены поправки губернатора. Средства направят на мероприятие в рамках регионального проекта развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи в части приобретения, поставки и монтажа девяти фельдшерских здравпунктов. Девять населенных пунктов, таких как Амдорма, Буглиной, если позвольте, я их зачитаю, Лабовская, Верхняя Пеша, Чижа, Хангурей, Антик, Щелина. И в Учельске получат свои фельдшерские пункты в рамках софинансирования между бюджетами, соответственно, Федерации и Нейско-автономного округа. Более того, эта работа в целом в комплексе, она позволит привлечь к нам на работу 15 врачей и 9 фельдшеров, что для нас весьма и весьма существенно, с учётом того, что у нас ощущаются проблемы по работе узких специалистов по тем или иным заболеваниям. Увеличено ассигнование на субсидирование бюджетных учреждений и на социальные выплаты. По предложению депутатов Дома культуры посёлка Красное, выделят средства на приобретение концертных костюмов для вокальной группы «Красновчанка». При обсуждении законопроекта на комиссии по экономической политике и бюджету парламентарии дали рекомендации администрации округа. В частности, предложено предусмотреть средства на индексацию зарплат работников бюджетных учреждений, увеличить субсидии образовательным организациям на погашение кредиторской задолженности. Комментируя принятие поправок в окружной закон, спикер регионального парламента Александр Лутовинов отметил, что работа над бюджетом продолжает носить социальный характер. Мы по-прежнему нацелены на то, чтобы в первую очередь решать именно те вопросы, которые касаются дополнительных мер соцподдержки и тех мер, которые направлены на улучшение социальных условий жизни наших людей в нашем округе. Также сегодня на внеочередной сессии региональным законодательством были утверждены налоговые изменения. Они касаются установления размера потенциально возможного годового дохода индивидуальным предпринимателям и размера фиксированного платежа для иностранных работников. Согласно поправкам к закону, установлены размеры годового дохода от сдачи в аренду жилых и нежилых помещений, садовых домов, земельных участков, принадлежащих предпринимателям на праве собственности в зависимости от общей площади сдаваемой недвижимости. Так, для города и посёлка Искателя до 300 квадратных метров 500 тысяч рублей. От 301 квадратного метра до 800 квадратных метров 1 миллион рублей. От 801 квадратного метра и более 1,5 миллиона рублей. Для сельских населённых пунктов установлены следующие размеры. До 300 квадратных метров 40 тысяч рублей. От 301 квадратного метра до 800 квадратных метров 45 тысяч рублей. От 801 квадратного метра и более 50 тысяч рублей. Что касается иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории Российской Федерации на основании патента, то они обязаны уплачивать налог на доходы физических лиц в виде фиксированного платежа. Его размер на 2020 год составит порядка 5 313 рублей в месяц. В текущем году он составляет 8 060 рублей. Ирина Никешина, Дмитрий Лукевич, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Часть работ по капремонту домов будет оплачиваться из окружного бюджета. Соответствующее решение было принято в ходе очередного заседания администрации. Согласно рассмотренному проекту постановления, изменения будут внесены в дополнительный перечень услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, выполнение которых на данный момент финансируется за счет средств собственников. В проектном постановлении предлагается сперечная работа по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в плане которых финансируется за счет средств собственников, исключить следующие виды работ. Ремонт и утепление чердачных перекрытий, ремонт, замена и утепление цокольных перекрытий, переустройство и ремонт грибных ям. Данные виды работы полагаются в дальнейшем включить в перечень услуг или работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которые могут финансироваться за счет регионального бюджета. По информации окружной администрации, на территории округа взносы за капитальный ремонт на счет регионального оператора НКО «Фонд содействия реформированию ЖКХ» вносят жильцы 346 многоквартирных домов. Жители еще 9 многоквартирных домов перечисляют деньги на специальные счета, открытые на каждый дом. В 2019 году в регионе завершаются капитальные ремонты 9 многоквартирных домов. На выполнение работ выделено почти 72 миллиона рублей. Ростелеком завершил работы по организации резервирования сети передачи данных в Ненинском округе. Проект был разработан и выполнен оператором связи совместно с администрацией региона. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал директор архангельского филиала Ростелеком Андрей Прищемихин. После резервирования жители округа даже в случае аварии на магистральной сети не останутся без связи. Мария Владимирова продолжит. Необходимость резервирования заполярного сегмента сети возникла из-за высокого риска повреждения магистральных линий связи, вследствие чего более 9 тысяч домохозяйств Ненинского округа уже не раз оставались без доступа в интернет и услуг ВИНК «Интерактивное ТВ». Проект по резервированию связи, который позволяет даже в случае отсутствия связи с Большой Землей сохранить работоспособность всех государственных ресурсов, которые находятся в НАУ, и НАУ без связи не остается внутри, так называемый интернет появляется. И кроме того, это коснулось и цифрового телевидения, которое также не пропадает, региональные врезки остаются. И, по сути дела, можно сказать о том, что НАУ обрело информационную независимость. Речь идет о таких информационных ресурсах, как электронная запись в поликлинику, электронный дневник, виртуальная приемная администрация, портал народный контроль и другие. За счет организации бесперебойной трансляции телеканалов местными вставками население округа обеспечено рабочей системой оповещения в случае чрезвычайных ситуаций. Впрочем, на этом работа не останавливается. Очень радостно, что действительно коллеги сделали это. И сейчас у нас здесь не только и Ростелеком, и наши региональные операторы. То есть мы, скажем так, на случай какого-то чрезвычайного происшествия с этим кабелем связи, мы здесь внутри, совершенно спокойно имеем доступ ко всем ресурсам. Сейчас мы делаем, чтобы все платежи проходили в онлайне на территории. Ну и, по сути, сделали такую автономию. То есть округ автономный, и получилось, что и по связи нам удалось сделать автономию в случае, если обрыва кабеля. Еще одно значимое событие, о котором рассказали в ходе пресс-конференции – начало очередного этапа строительства оптической сети связи в регионе. До конца года в Наринмале и поселке Искатели будет сдано в коммерческую эксплуатацию еще более 3000 домохозяйств, и проникновение составит уже 75%. Такой высокий процент панизации создает хорошую базу для популяризации новых услуг. Честь подключения к высоковкоростному интернету абонентов-изыскателей Ростелеком организовал в поселке «Праздник двора», где помимо игр и конкурсов разыграли бесплатные подключения на три месяца. А в микрорайоне «Старый аэропорт» специалисты компании продемонстрировали процесс подключения к сети интернет жилого дома. Есть определенные сложности. Мы очень серьезно прорабатывали с заводом-изготовителем те материалы и приборы, которые используются, потому что здесь немного другая ветровая нагрузка, но и, конечно, температурная нагрузка. Но, хочу сказать, оборудование, кабели, технологии – это все отечественное. И сейчас ребята с помощью навивной машинки, которая уже предварительно установлена, вот наверху мы можем видеть, будет проводить троп-кабель вот в этот частный дом. В данный момент в Нарьинмаре и поселке «Искатели» ведется большая стройка, которая позволит уже к концу года провести в 7 тысячах квартир интернет с абсолютно новой для нашего региона скоростью, качеством и ассортиментом услуг. Мария Владимирова, Екатерина Дементьева, Дмитрий Лукевич, Владислав Новскийн, Телеканал «Север». Минздрав России отложил введение новых правил прохождения медосмотра для получения водительского удостоверения. Как пишет ТАСС, об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Сологай. Напомню, приказ о новых правилах должен был вступить с 22 ноября. Согласно ему, помимо стандартного обследования у нарколога, водителям нужно проходить тест на определение в крови маркера на хронический алкоголизм или наркоманию. Такое нововведение увеличивает стоимость медосмотра, поэтому во многих городах России у наркодиспансеров образовались огромные толпы людей, пытающихся получить справку по старым правилам. По оценкам экспертов, стоимость справки психиатра-нарколога в отдельных регионах может вырасти с 200 рублей до 5-6 тысяч. Например, в нашем регионе она подорожала бы в три раза. Сегодня в федеральных СМИ прошла информация о том, что Минздрав решил отложить вступление в силу новых правил медосмотра для водителей. В свою очередь, руководитель окружного профильного ведомства Сергей Свиридов в интервью журналистам региональных СМИ сообщил, что какой-либо официальной информации о пролонгации этого приказа от Минздрава не поступало. Мы пока имеем приказ Минздрава, который вступает в силу завтрашнего дня. Соответствующие изменения туда не внесены о продлении срока его вступления. И соответствующие указания, кроме информации СМИ, мы на сегодняшний день еще не получили. И у меня такое обращение к жителям округа, что если есть возможность, то немножко отсрочить прохождение медосмотра, пока мы организационно эти вопросы решаем и получаем от Минздрава соответствующие указания. В ближайшее время Минздраву предстоит провести дополнительный анализ методов, используемых для медицинского освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах. Первое заседание Попечительского совета регионального центра выявления и поддержки одаренных детей Ненецкого центра развития образования прошло в Нарьинмаре. Программа реализуется в рамках национального проекта образования, регионального проекта «Успех каждого ребенка». Одной из основных целей является развитие и становление гармоничной и социально развитой ответственной личности на основе культурных ценностей. Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей создан в феврале этого года в соответствии с соглашением, достигнутым между администрацией Ненецкого округа и фондом «Успех Сириус». Он работает в регионе всего 9 месяцев, но уже сейчас можно говорить о первых результатах деятельности центра. Попечительский совет у нас создан в целях, является одним из коллегиальных органов управления регионального центра, и он создан в целях своего рода контроля, контроля деятельности, контроля финансовой дисциплины. Он выбирает экспертный совет тех деятелей, которые непосредственно у нас будут заниматься методической, аналитической деятельностью уже непосредственно регионального центра. В прошлом году количество одаренных детей составило порядка 500 человек. Сейчас эта цифра выросла на 19%. Мы стали более планово работать по выявлению детей, по поддержке данных детей. Вы знаете о том, что недавно у нас дети вернулись с тематических смен. Это Москва, это Калининград, это математические, физико-математические смены. В округе появились и успешно реализуются меры поддержки одаренным детям. Премия путевки. Ребята имеют возможность посетить такие образовательные детские центры, как «Артек», «Сириус», «Орленок». Центр реализует несколько направлений. Это первое направление – наука, второе направление – это спорт и третье направление – это искусство. То есть в рамках данных направлений мы должны проводить целый спектр мероприятий для выявления одаренных детей. И после этого мы должны составить для них индивидуальный маршрут или подготовить определенный спектр мероприятий, который поможет им развить свои способности и добиваться более высоких мест, целей в своей жизни. Во время осенних каникул прошла еще одна смена. Планируется, что в следующем году региональный центр поддержки одаренных детей поменяет адрес. Сейчас он располагается на базе НЦРО. А с вводом в эксплуатацию новой третьей школы переедет на новые площади. Это даст и новые возможности для развития. К тому же Департамент образования участвовал в конкурсе на предоставлении федеральных средств на развитие региональных центров и одержал победу. В 2022 году на развитие Центра поддержки одаренных детей будет выделено 320 миллионов федеральных денег. Сегодня во всем мире принимают поздравления работники телевидения. Профессиональный праздник расскажем о тех, кто ежедневно готовит для выпуска в эфир новостные и развлекательные программы на нашем телеканале, но остается за кадром. Студия, внимание, работаем. Время новостей на телеканале «Север». Студия Рина Никешина. Здравствуйте. Сегодня вы узнаете. Именно с этих слов в самом сердце телекомпании аппарат на студийном блоке начинается запись эфира. Режиссеры здесь главные и самые уважаемые люди. Без них телезрители не увидят конечный, многоэтапный результат работы всего коллектива. Дмитрий Семяшкин работает на телевидении уже десятый год. За это время успел очень полюбить свою профессию. Здесь важно быть предельно внимательным и ответственным. Последняя инстанция. Мы проверяем за всеми, проверить все ошибки, все титры, чтобы не было смешных, потом глупых ошибок в эфире. Бывает, что у нас в прямом эфире выходит в строя суфлер, тогда ведущим приходится быстро сориентироваться, читать с листочков. Бывает, это выглядит смешно, глупо, но деваться некуда. Большинство сотрудников Ненецкой телерадиовещательной компании – люди с многолетним опытом. Большая и дружная команда способна исправить любую непредвиденную ситуацию. Например, оперативно устранить поломку техники. Основная функция в этом вопросе лежит на плечах инженеров. Как говорит Андрей Безумов, оборудования много, и оно любит ломаться. Особенно в зимнее время. Один из таких случаев, который произошел во время Бурандея, запомнился особенно. Практически два дня мы ее там устанавливали, закапывали провода, все. Все вроде бы подготовили. Готов прямой эфир. Режиссер командует три минуты до эфира. И все урубается. И никто не может понять из-за чего. А оказалось, в ПТС-ке была маленькая в потолке дырочка, и оттуда просто одна капелька упала к нам на блок питания и сожгла просто все оборудование за три минуты до эфира. Ну, вышли ровно. За три минуты решили. Телеоператоры – это те, кто первым прибывает к месту события, но всегда остается за кадром. В любую погоду, при любых обстоятельствах, наравне с репортерами они готовы работать днем и ночью. Их задача – не упустить из виду важную деталь и успеть запечатлеть все самое важное и интересное. Но даже в таких рабочих условиях операторы никогда не теряют чувство юмора. На этой телерадиокомпании я снимал первый новостной сюжет. Он был… прилетели сюда Миги, и вот мы снимали под дождем, и как бы было так весело и интересно. Мне работа телеоператора очень нравится тем, что каждый день не похож на другой. То есть ты видишь постоянно разную ситуацию, ты общаешься с разными людьми. А я вот ездил, наверное, тут уже весь округ. Я был даже за границей. Пожалуй, самые терпеливые люди на телевидении – монтажеры. Именно они собирают воедино труд корреспондента и оператора, сводя картинку и звуковую дорожку с начитанным текстом в полноценный репортаж или фильм. Иногда в сжатые сроки, иногда не имея нужного количества кадров, эти люди способны создать красивый видеоряд. Однако отсутствие времени подводит даже опытных сотрудников. Казусы случаются. То есть там титры могут быть не те получиться. То есть мы человека можем абсолютно другим именем назвать. По-моему, у меня это было. Я президента, по-моему, Медведева и Путина перепутал. Перепутал было у нас такое. Это было очень быстро. Это надо было к 12-часовому выпуску. Там, по-моему, была прямая трансляция или что-то такое. Мы должны были какую-то новость вставить. Это было все делалось. Как раз где-то смена президентов была вот в этот период. И получилось так, что у нас один на другого поменялся. Либо я понизил одного по должности, либо другого повысил по должности. Я точно не помню. Было такое. Уши телеканала – это звукорежиссеры. Их задача – это настройка оборудования, отвечающего за звук и микрофоны. Есть здесь и свои трудности, и казусные ситуации, на решение которых необходима быстрая реакция и фантазия. Полностью доверять уху или полностью доверять технике нельзя. Тут нужно это смотреть. Если ты в какой-то момент не доверяешь своему слуху, смотришь на индикаторы, на программу, смотришь, где это все контролируется, и корректируешься. И опять же, индикаторы не всегда говорят то, что на самом деле есть. Тут и слухом нужно. Одно другое дополняет. Как театр начинается с вешалки, так и телевидение начинается за кадром. И люди, остающиеся в тени экрана, проделывают огромную работу, чтобы в конечном итоге телезрители смогли наслаждаться, просматривая любимый телеканал. Екатерина Дементьева, Вадим Стасюк, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды. Субтитры создавал DimaTorzok